здравствуйте дорогие подписчики гости моего канала меня зовут елена сегодняшнее видео как обычно мы с вами будем делать торопрогноз на неделю для каждого знака зодиака и сегодня мы с вами будем смотреть со 2 по 8 мая и так что принесет неделя что ожидает каждый знак и как обычно первые у нас идут овны смотрим что-то как-то немножко не уверены в себе все-таки соберетесь с мыслями однозначно сможете справиться с ситуацией которая возможно вас очень сильно тяготит который не дает вам скажем так покоя какой-то определенной сфере но давайте смотреть что получается вообще не вот независимо от того что у вас сейчас происходит и вам кажется что как будто ничего не меняется на самом деле все-таки на этой неделе у вас скажем так появятся шансы изменить какую-то наболевшую проблему какую-то ситуацию во всяком случае вы найдете подсказки на свои вопросы то есть вы сможете все-таки получить ответы именно на те моменты на те вопросы которые вас давно терзают которые вас давно мучают и однозначно вы будете решать конечно воспользоваться вам этими подсказками или нет то есть а здесь уже зависит от вашего настроя от вашего состояния но тем не менее у вас все-таки появляются шансы которыми нужно обязательно воспользоваться на неделе в принципе если рассматривать вообще вот вашу ситуацию немножко вот еще нужно терпение для того чтобы уже вы могли полностью переосмыслить какой-то момент у своей жизни чтобы уже знаете как с новыми силами уже начинаете непосредственно двигаться для решения реализации именно своих планов тем более что сила выпад накопили вам остается только уже просто действовать смотрите по сторонам обращайте внимание на различные позиции на различные подсказки судьбы потому что вам все равно какие-то подсказки будут идти самое главное обращать внимание здесь это очень важно то к чему вы стремились и несмотря на скажем так некую остановку вашей жизни вы все равно на неделе к этому придете это здесь знаете как самое главное еще вам нужно держать в какой-то момент эмоции свои под контролем потому что здесь у вас может быть такое состояние что кто-то у вас может вывести из себя либо какая-то ситуация сложившаяся и из-за которой у вас немножко будет знаете такая вот эти как раздражение да и здесь очень важно перетерпеть вот этот момент чтобы потом потом уже можно было вот эту энергию направить на реализацию именно своих идей своих планов обращайте внимание на все что происходит вокруг вас именно в течение недели потому что любой шаг он позволит вам очень многое изменить и как-то вот преобразовать именно те ситуации особенно которые очень долго мучают на этой неделе вы активно очень сможете добиться именно тех задач поставленных целей если все-таки вы избавитесь первую очередь от негативных эмоций и избавитесь вот от того состояния в котором возможно уже многие там скажем период времени вы преобладаете да то есть это когда был период застой что ничего не получается ничего не решается что вообще все бы чтобы вы не делали все это бесполезно это вот как раз сейчас и получается что вам нужно уже просто собраться силами начинать активно действовать тем более вы будете чувствовать вот этот поток энергии вот этот приток сил вы будете чувствовать как у вас вот все меняется в жизни как вот у вас начинает все реализовываться самое главное для вас это вот просто знаете как вот встать и пойти делать и тогда вы действительно сможете уже получить именно все моменты все загаданы то что вы для себя рассчитываете поэтому здесь верьте свои силы тогда все получится так это были овны теперь мы смотрим тельцы ну что-то у тельцов тоже немножко какие-то вопросы с документами будете решать и как-то не совсем у вас будет получаться возможно что нужно будет как-то менять и свои позиции немножко менять как бы свою систему да потому что здесь ну как свои планы возможно придется поменять из-за того что по документам не получается это конечно немножко вас расстроит самое главное здесь вам очень важно сосредоточиться вот на поставленной задачи но вы должны знаете как вот рассчитывать на себя потому что здесь и есть очень большой риск того что скажем так самый нужный момент и человек на которую возможно вы полагаетесь подведет вас из-за чего у вас будут еще больше проблем и неприятностей чем вот то что вы сейчас пытаетесь разобрать поэтому здесь нужно как-то немножко возможно переключить свое внимание все-таки на скажем так именно чтобы все своими силами и если вам даже кажется что вы не справитесь что вы не сможете на самом деле это не так поэтому здесь нужно просто переключить свое внимание препятствия просматриваются но если вы вот определите для себя скажем так правильную тактику поведения то тогда вы сможете во всяком случае избежать очень много неприятностей избежать очень много на самом деле проблем до которые могут у вас возникнуть на пути самое главное вам очень внимательно нужно вот все таки общаться скажем так с людьми в течение недели и особо не доверять потому что здесь на самом деле есть риски достаточно таких больших обманов именно вашей жизни что вы можете даже не заметить какого-то подвоха о чем потом будете жилить поэтому здесь будьте решительны то есть здесь самое главное для вас при любой возможности нужно как не отступать даже если вам кажется сложно а просто уже активно действовать просто стремиться вперед несмотря ни на что то есть приложите все свои усилия чтобы вы могли продвинуться потому что могут такие ситуации такие обстоятельства складываться что могут вас в какой-то мере тормозить из-за чего вам будет казаться что вы предположим выполняете какую-то бессмысленную работу совершенно поэтому здесь очень важно вот как вот обращать внимание да вот на и как то вот знаете стараться подстраиваться под обстоятельства которые будут происходить на неделе только так вы сможете обойти вот все вот эти подводные камни и принципе вы сможете получить результаты все-таки такие плодотворные достаточно то есть все ваши усилия они все равно принесут результаты но конечно придется немного понервничать но будьте уверены в себе самое главное потому что вот именно знаете вот идет такая позиция что ваша внутренняя сила она даст вам хороший эффект именно результат и я благодаря чему вот своей смелости даты своей силе благодаря этому вы вы видите вот ту тяжелую ситуацию вот вы видите как-то на новый уровень что позволит вам и возможно пересмотреть отношения других людей именно вашей жизни и вообще сами как-то внутренне поменяете именно свои взгляды на какие-то проблемы на какие-то ситуации вот идет именно такая позиция вам вот знаете еще делать такой момент что если вы предположим что-то хотите получить на неделе также обращайте внимание на конкурентов потому что здесь будут такие провокаторы которые будут либо просто уже знаете как из-за зависти вам что-то делать либо специально мешать осуществлению ваших планов и здесь очень главное вот для вас это если вы хотите действительно что-то получить вот только чему стремитесь здесь уже нужно просто мертвой хваткой хвататься и как говорится держаться за свои позиции только тогда вы сможете получить желаемое то есть ни малейшего спуска никому и ни в коем случае самим не расслабляться иначе вы просто потом будете сильно об этом жалеть поэтому здесь такие моменты просматриваются самое главное дайте себе вот знаете как вот возможно что раскрыть себя потому что возможно у вас были такие обстоятельства такая ситуация что где-то замешкались и где-то были неуверенные где-то может обстоятельства не так разворачивались как вам хотелось и вы не могли вовремя сориентироваться предположим то именно сейчас позвольте себе немножко раскрыться потому что принципе судьба она расставит все по своим местам она именно все вот расставит все приоритеты именно так как нужно и соответственно вы уже будете более скажем так легко решать свои проблемы то есть здесь такой момент просматривается также есть еще одно очень такое интересное у вас событие ждите сюрпризы причем здесь может быть такой момент что все-таки сюрпризы будут очень важные для вас такие очень яркие сюрпризы и возможно что принципе этот сюрприз вам понравится может быть вы не сразу ожидаете немножко знаете так как как снег на гол да немножко неожиданно будет такой либо какая-то новость либо кто-то неожиданно приедет в вашей жизни для вас это будет немножко так неожиданно спонтанно но все-таки потом для вас это будет такое приятное событие то есть вот и здесь еще такая позиция есть в целом не стоит бояться двигаться к цели не стоит бояться каких-то своих движений именно вот своих задач целей здесь уже нужно просто вам более быть смелее просто двигаться и тогда все получится так это были тельцы теперь мы смотрим близнецы что-то близнецы тоже немножко как-то подустали либо как-то ситуация складывалась не очень какие-то обстоятельства но в принципе достаточно неплохо получается вообще и так близнецы что получается у вас вот несмотря на некоторые обстоятельства которые могут вас беспокоить но в принципе не настолько сильно потому что здесь в принципе у вас идет такая позиция что все равно неделя для вас обещает быть приятной причем приятные во многих аспектах то есть вы очень легко сможете решить вот именно те задачи которые вы перед собой ставите на неделе несмотря на то что начало недели может быть немножко таким спонтанным для вас немножко таким что не все будет получаться именно так как вы хотите но все-таки неделя для вас обещает быть приятной то есть принципе всю неделю вас будет преследовать удача то есть все равно будут складываться так обстоятельства что принципе вы удачно сможете решить очень многие свои вопросы то знаете как первую очередь окружение поможет люди к с которыми вы будете общаться скажем так и внешнего характера обстоятельства и плюс ваша целеустремленность это позволит все вот преодолеть некоторые барьеры возможно это знаете как идет что внутреннего характера барьеры то есть когда долго что-то не решались сделать предложим долго не могли найти работу да то на неделе вы находите там выходите на новую работу соответственно пока привыкните пока все узнаете соответственно немножко неловко себя будете чувствовать но это все принципе найдет ей больше как мелочь это все такие обстоятельства которые преодолимы здесь у вас получается что вы что-то запускаете вообще своей жизни на неделю то есть знаете как вы что-то все-таки одно уже закрываете то есть то что не имеет для вас смысла либо то что уже отжила то есть то что уже вам не нужно то что уже не приносит никакой радости не приносит никакой пользы для вас вы тоже все отпускаете закрывайте и вы начинаете двигаться вперед то есть вы начинаете уже целенаправленно стремится что-то получаете новое запускать какие-то новые процессы и это вам будет давать давать вам дополнительно импульс что позволит вам преодолеть возможно и какой-то кризис на которой жизни возможно у вас накопился то есть такие моменты просматриваются не бойтесь что-то потерять потому что здесь просматривается что если что-то вы потеряете то вы однозначно приобретаете новое и это позволит вам прям значительно вот это переосмыслить какие-то свои ценности значительно пил это пересмотреть свою жизнь и свои позиции и это вам позволит вот очень продвинуться вперед вот такой момент просматривается что вы прям вот и полноценно сможете вот реализовать именно то что вы давно хотели приобретение у кого-то просматривается на неделе потому что здесь идет такая позиция что если вы долго что-то мечтали долго что-то хотели то однозначно приобретение у вас идет и причем это приобретение вас будет очень радует то есть если что-то давно хотели то однозначно это все получится самое главное вам близнецы нужно на знаете вот в течение всей недели стараться больше общаться с людьми то есть не избегать каких-то контактов избегать там общения а наоборот больше общаться с людьми потому что это позволит вам во-первых почувствовать себя намного лучше почувствовать себя намного увереннее и плюс в общении с другими людьми вы можете значительно вот улучшить какие-то свои позиции то есть где-то что-то услышать кто-то что-то подскажет и даст какую-то важную подсказку для вас совет какой-то благодаря чему вы за это ухватитесь и соответственно решите все свои вопросы поэтому здесь в принципе старайтесь просто больше общаться ну и конечно постарайтесь находиться в балансе то есть равномерно распределять и свои силы и свою энергию так вы сможете его действительно значительно вот как-то подняться понимаете то есть вот получить максимум скажем так удовольствие и благоприятных событий для себя вообще у вас неделя отличные вот на самом деле для реализации именно своих желаний то есть то что давно хотелось то о чем мечталась вот как раз вы это все сможете получить вот у вас идет именно так так это были близнецы теперь мы смотрим раки что-то раки чего-то боятся боятся что-то как-то раки вам самое главное надо быть очень спокойными на неделю на самом деле потому что здесь принципе вам боятся ничего хоть и есть страхи есть переживания это скорее всего вам нагнали страхов и вы теперь переживаете а как все что будет то есть кто-то что-то где-то сказал знаете как поверили слухом и все на этом то есть и потом получается что и себя изводите и ситуация такую напряженную создаете то есть вам нужно избавляться именно от ваших страхов то есть здесь в конце недели уже вы поймете что это все как напрасно себя так тревожили то есть это возможно что вы таким образом будете себе делать остановку в каких-то аспектах но нужно все-таки как-то вот сосредоточиться на конкретных задачах потому что у вас на этой неделе очень высокие шансы что-то завершить особенно то что так долго у вас не получалось возможно почувствуете усталость и возможно почувствуете усталость на неделе от постоянного общения то есть она может у вас накапливаться накапливаться и здесь либо кто-то будет вас выводить на неделе пока вот вы не выйдете из себя такой момент тоже может быть самое главное не допускайте выхода вот именно негативных эмоций то есть лучше переключите свое внимание на что-то если вы хотите спокойно провести неделю то есть тут самое главное сосредоточьтесь именно на 7 обходите все простые разговоры то есть если вы чувствуете что разговора ни к чему не приводит либо он вам совершенно не нужен не поддерживайте этот разговор там даже элементарно ради приличия старайтесь уйти от этого разговора потому что в процессе таких разговоров вы просто теряете свою энергию вы теряете свои силы и соответственно это совершенно ни к чему не приведет ни к Почему хорошему? Точно. Особенно именно с ненужными вам людьми. То есть старайтесь как-то уходить от этого. Вообще у вас вот эта неделя, она станет, знаете, такой вот неделей освобождения от негативных людей и особенно их влияния на вас. Вот это для вас идёт такой важный аспект, что наконец вы почувствуете, что в вашей жизни нормализовывается всё, что в вашей жизни наконец что-то меняется, и вы наконец чувствуете освобождение от какого-то гнёта, от какого-то негативного влияния. Во всяком случае, пока идёт так. Самое главное, вы должны помнить, что ваше эмоциональное состояние — это самая важная часть на неделю, потому что если вы под эмоциями можете совершить какую-то ошибку, причём потом будете об этом жалеть. Не замыкайте себя однозначно, не стоит замыкаться, но лучше, знаете, как вот в свободное время лучше проводите с самыми близкими, любимыми людьми. Они на неделю, как никто другие, поддержат вас в любой ситуации, понимаете, то есть какая бы ситуация у вас не сложилась. То есть их советы, как раз их советы, не будут пустым звуком для вас, во всяком случае так. Поэтому здесь больше будьте приближён именно к своим родным и близким. В работе зато у вас идёт значительный такой успех, то есть вы, если были какие-то сложные задачи с помощью других людей, вы сможете очень быстро, удачно решить вопросы, то есть договориться. И если вы не будете сворачивать именно с выбранного пути, то однозначно вы добьётесь успеху, что потом уже спокойно вздохнёте, ну, наконец, всё решилось. То есть такой момент и есть. Старайтесь внимательно следить вот именно за своими силами. То есть если чувствуете, что где-то идёт усталость, то старайтесь больше отдыхать. Это вам позволит, во всяком случае, более, знаете, как-то вот спокойно реагировать на проявление внешнего характера, особенно со стороны других людей. Но если вы будете всё спокойно воспринимать, судьба вам подарит намного больше, чем вы его даже для себя рассчитываете. Вот идёт так. Так, это были раки. Теперь мы смотрим лев. А львы, наоборот, целенаправленно, целенаправленно прям. Но старайтесь тоже избегать неприятных разговоров, потому что здесь вам могут что-то пообещать. Но это, к сожалению, пустые обещания. И если вы будете полагаться, предположим, не на свою интуицию, а там на кого-то, знаете, как и что, запудрят голову, вам может такой момент быть, то будут проблемы. Поэтому в этом моменте будьте как-то повнимательнее. Но самое главное, что неделя вам даст возможность быть самим собой. То есть вы сами по себе гордые, властные львы, сможете убедиться, в первую очередь, особенно именно в своих значимости. То есть если, предположим, вы долго пытались что-то доказать, долго пытались себя проявить, как-то себя показать, то неделя вам даёт такие возможности именно показать себя как личность, как такой ценный сотрудник, либо в отношениях, что вы очень такой ценный человек. Но, во всяком случае, такие шансы у вас будут. У вас, знаете, вот идёт работа. Вот если работу смотрим, то кому-то предложат новую должность однозначно. То есть здесь вас заметят, вас увидят, и однозначно новая должность вам обеспечена. Конечно, придётся немного приложить больше усилий, чем вы, предположим, рассчитывали. Но, во всяком случае, новая должность идёт. Либо смена работы тоже, но очень такая выгодная для вас. Поэтому здесь достаточно неплохо. Единственное, что не обделяйте своим вниманием, особенно своей семье, потому что они как раз будут в обиде на вас на неделе. И старайтесь как-то находить всё-таки некий баланс, особенно когда сейчас прибавится больше работы, когда больше времени давайте там уделять. И, конечно, нужно как-то находить баланс, потому что иначе будут проблемы дома. То есть просто будут неприятные разговоры, разногласия, и вот это ваше эмоциональное выгорание может очень быстро настигнет. Понимаете? Поэтому здесь старайтесь как-то находить золотую середину. Не разменивайтесь по мелочам на неделе. То есть если что-то делать, то делать по-крупному, и, как говорится, раз и навсегда. То есть здесь, потому что здесь вы начнёте метаться в чём-то, вот будет у вас такой момент, что вы начнёте в чём-то метаться. А вот если так попробовать, либо я иначе попробую, то здесь, к сожалению, это будет вашей большой ошибкой. То вы и упустите возможности, и ничего не сделаете. Понимаете? Вот не разменивайтесь по мелочам. Для вас вот эта неделя вообще идеальное время для того, чтобы прислушаться к своим желаниям в первую очередь. То есть здесь, на этой неделе ваши вот именно стремления, ваши идеи, ваши какие-то желания должно быть на первом месте. И вы это должны помнить всю неделю. Это вот важный такой вот именно это ваше время, это ваша неделя. Возможно, что вы слишком долго решали проблемы других. То есть такой момент тоже может есть. И что с какой-то стороны есть благодарность, а с какой-то стороны нет. Конечно, это неприятно, но сейчас пора уделить время именно тому, чего хотите именно вы. Вот неделя для этого идеальна. То есть вы окунётесь, знаете, такой вот круговорот новых каких-то идей, реализаций, новые знакомства, кстати, у кого-то могут быть совершенно такие, новые люди могут появиться в вашей жизни. Кстати, вот если кто одиночки, то однозначно сулит такой новый роман. Поэтому здесь будьте внимательны, будьте начеку. И именно вот от вас зависит, как вот дальше будут продолжаться отношения, особенно кто вот только познакомится. В принципе, если рассматривать, то здесь вы сможете преодолеть вот эти, скажем так, мелкие трудности, мелкие неприятности. Вы сможете это всё преодолеть, потому что вы полны сил, вы полны энергии. У вас прекрасное здоровье, кстати, на неделе, потому что вы прям будете чувствовать, что готовы идти на пролом, независимо от того, что препятствий никаких не видите. Но во всяком случае идёт так. То есть неделя обещает для вас быть очень такой плодотворной. И причём независимо от того, сколько сил вы вложите, потому что у вас и так вот идёт именно таким, знаете, благоприятным периодом именно для вас. Вот у вас так. Так, это были львы. Теперь мы смотрим дело. Что-то вы завершите на этой неделе, уже однозначно за что-то переживаете. Возможно, у вас идёт такая ситуация, как переживаете, возможно, именно за какие-то свои действия, за свои поступки, что, может быть, вы вините себя в том, что что-то сделали не так. Но, тем не менее, ладно, давайте с вами посмотрим. У вас как раз и получается, что на неделе вы больше будете думать именно над какими-то своими действиями, над своей жизнью. То есть, возможно, что вы будете серьёзно задумываться именно, где вы совершили ошибку, именно в какой момент. То есть, у вас такая большая неделя, она связана именно критичная, когда вы будете переоценивать, именно вообще пересматривать свою жизнь. То есть, вы будете пересматривать план своих действий вот именно в прошлом особенно и будете стараться как-то менять свои позиции на то, чтобы изменить вообще свою жизнь. Вот пока идёт у вас так. То есть, вы как-то очень критично будете оценивать именно свою ситуацию. Но, конечно, дальше вы уже будете решать, то есть, что вам делать дальше. Но вам также идёт и поддержка, идёт именно помощь совершенно неожиданно со стороны, которая позволит вам как-то более спокойно всё воспринимать и уже более, знаете, как-то спокойно найти выход из ситуации, то есть именно в той, в которой вы оказались. То есть вы сможете это сделать. Но в неделе, несмотря на то, что, в принципе, есть вот эти критичные моменты, в принципе, неделя для вас идёт достаточно благополучной, такая, она более плодотворной, где вы всё равно будете получать и какие-то новости, где вы будете получать, скажем так, какие-то приятные сюрпризы на неделе, несмотря на то, что хоть и немного напряжение, но вы как бы сами себе будете создавать. Но всё-таки в основном идут такие приятные некоторые моменты, которые, в принципе, будут как-то вот, знаете, отвлекать вас от мрачных мыслей. Вот пока идёт так. Вы будете пересматривать в своей жизни все обстоятельства абсолютно. То есть это может быть связано с работой, это может быть связано и личные отношения. Где была в прошлом неуверенность, а там вы начинаете движение. То есть, но единственное, что вы, возможно, будете именно пересматривать ход своих действий. То есть вы будете менять свои позиции и будете всё это перестраивать. То есть не в том направлении, которое вы для себя поставили. Цели нет. Вы будете менять направление именно дороги. И, соответственно, вы сможете сбалансировать свои позиции и, во всяком случае, знаете, как-то выровнять свою жизнь, какие-то свои дела. Выровнять, может быть, если в отношениях сложности. То есть сможете найти вот этот баланс. Но, конечно, всё будет зависеть только от ваших желаний и возможностей. Потому что здесь что-то вам позволено будет это сделать, максимально изменить. А в какой-то мере что-то вы с чем-то можете не справиться, но не стоит так сильно печалиться. То есть это нужно просто отпустить. То есть, возможно, что ещё не пришло время для того, чтобы что-то менять кардинально. Но самое главное, вам нужно, знаете, как вот всё-таки в любой ситуации находить, может быть, какой-то компромисс. Как с самим собой, так и с другими людьми. Это вам нужно в первую очередь для того, чтобы вы могли всё-таки всё привести в порядок в своей жизни на неделе. И вы с этим полностью справитесь, если не будете сильно критичны именно к себе. Старайтесь меньше проявлять активности. То есть если вы не уверены, предположим, в каких-то действиях, может быть, в исходе дела, то лучше активные действия не предпринимать. Потому что это может отразиться на вот другие события, и что, ну, как не сможете завершить какое-то дело. То есть если вы чувствуете, что вы не уверены, лучше не начинайте. Но в целом, в целом, у вас больше идёт именно такой момент, что, несмотря на, скажем так, сложные обстоятельства, неделя всё-таки принесёт сюрпризы. И вот благодаря этому вы, наконец, знаете, как вот сможете реализовать какие-то маленькие свои хотелки, какие-то мечты, что, в принципе, вас порадует. Вот у вас идёт так. Так, теперь мы смотрим весы. Ну, у весов достаточно приятная неделя. Правда, немножко от чего-то подустанете. Может быть, какой-то человек слишком навязчиво будет к вам со своими идеями лезть. Но как-то вы сможете освободиться от этого человека. Ну, давайте попробуем посмотреть. Итак, что у вас получается? Вообще, в первую очередь, эти недели вам предоставляют какие-то новые возможности, благодаря чему вы значительно делаете такой уравок вперёд. То есть, если вы застряли в каких-то прошлых моментах, то, вот, единственное, только не притягивайте. То есть, если вы чувствуете, что идут новые возможности, принимайте их. И ни в коем случае не пытайтесь даже мысленно возвращаться в прошлое, потому что оно иначе вас опять затянет, и не сможете ничего сделать. Новые возможности у вас идут. Ресурсы, которые, возможно, были скрыты от вас долгое время, либо кто-то намеренно скрывал. Наконец-то всё это можно вот, знаете, как-то применить. Это всё открывается и можно применить именно в своей жизни. У вас появятся новые силы, у вас появится желание, то есть, что-то творить, что-то менять и, как говорится, жить полной жизнью. Используйте эти ресурсы, то, что вам вот сейчас будет даваться на неделе, и не распаляйтесь по мелочам, чтобы, знаете, как вот можно было кардинально получить то, что, возможно, давно хотелось. А если, предположим, было какое-то увлечение, было какое-то хобби у вас, то, может быть, вы сможете открыть какой-то дополнительный источник заработка на неделе, и, в принципе, все возможности для этого будут. То, знаете, как вот будете всё-таки совмещать и приятное с полезным, особенно если кто творчеством занимался, то вполне вероятно. Здесь самое главное, вам не стоит бояться следовать вот именно за потоком энергии, который будет идти у вас на неделю. Вот самое главное, потому что здесь идёт именно такой момент, что будет такая повышенная энергия, которая будет вас вести. И если вы не будете делать остановки, потому что может быть такое состояние, что не захочется, либо подустали, либо испугались, то можете потерять именно вот эти возможности, которые вам идут. У кого-то будет повышение по работе. Если кто очень долго ждал, если кто-то надеялся, однозначно идёт повышение по работе, и это всё приходит в вашу жизнь. Но есть такой ещё момент, что если кто-то будет начинать какие-то новые, скажем так, увлечения свои, потому что может быть такой момент, кому-то это может не понравиться. То есть кто-то не одобрит, скажем так, ваши действия, что может немножко, знаете, какое-то отразиться как раз на вашем восприятии, что на полпути можете всё это бросить. Вот этого делать нельзя абсолютно, потому что вы можете достичь очень хороших результатов. Вы будете наслаждаться, вот знаете, какими-то вот приятными событиями. То есть это может быть, кстати, приобретение нового жилья, возможно, что рождение ребёнка. То есть здесь вы на неделе должны быть готовы ко всему абсолютно, потому что что-то новое придёт в вашу жизнь, что-то яркое, и что изменит вашу жизнь, вот причём это может даже и кардинально. Единственное, что вам ещё нужно будет, это отпускать эмоциональное напряжение. Это нужно делать для того, чтобы вы могли всё-таки правильно распределить именно какие-то свои позиции вот на неделе по жизни, чтобы вот именно выстроить вот эту линию для того, чтобы достичь успеха. Вот у вас так. Так, это были весы. Теперь мы смотрим скорпион. Спасибо. Ну-ка... Скорпионы, у вас идёт такой момент, в первую очередь вам нужно сосредоточиться на том, что вам будут предлагать на неделе. Если кто хотел, надеялся, что подписать, возможно, какие-то документы, либо надеялся на какую-то официальную встречу важную для себя, то здесь будьте готовы к тому, что эта встреча может сорваться. И не пытайтесь как-то повлиять со своей стороны на ситуацию, потому что это бесполезно. То есть вы себе сделаете только хуже. То есть либо перенесите эти встречи, разговоры, то есть старайтесь как-то сами перестроиться под обстоятельства, потому что иначе просто можете потерять всё. Поэтому здесь нужно немножко быть внимательными. Если вы сможете как бы, скажем так, перенести, либо как-то подстроиться под обстоятельства, тогда у вас сможет решиться вопрос, но просто немножко в другой период. То есть не тот, на который вы рассчитываете. У вас идёт такой момент, то, что вы, скажем так, вкладывались в улучшение качества своей жизни. Идёт такой момент, что вы максимально старались сделать всё возможное. Вы в какой-то мере уже устали. То есть вам уже кажется, что всё бессмысленно, ничего не движется, но на самом деле всё-таки вы будете получать вознаграждение, однозначно будете получать. У вас начинается, знаете, такая вот, я бы даже сказала, какая-то вот новая глава вашей жизни. Будьте готовы к переменам, кстати, будьте, причём во всех сферах. То есть для кого-то каждая идёт своя. В карьере меняется положение, то есть возможно, что и повышение, кстати, идёт, либо вообще смена должности идёт, и такой момент уже может быть. И возможно для кого-то будет переход и вообще в другую сферу деятельности, тоже такой момент может быть. То есть всё вот, что вас раньше сковывало, то есть то, что вам не давало каких-то моментов, всё это будет уходить прочь. Да, возможно, что неожиданно. Вы, возможно, что не ожидаете, потому что такой неожиданный поворот идёт судьбы, но тем не менее вот на этом месте, то есть то, что у вас уходит, как раз идёт именно новое светлое будущее, и вы к этому должны быть готовы, потому что такой момент будет. Одновременно меняется отношение в семье, то есть улучшается однозначно. Если были какие-то конфликты, ссоры, пытались там что-то доказать, объяснить, то однозначно всё это меняется к лучшему. Именно вот хорошую сторону. Просто не совсем вас, может быть, в какой-то мере что-то будет устраивать, то есть это может быть отношение людей. Возможно, что вы прекратите общение с определёнными людьми, с которыми, может быть, вы надеялись дальше продолжать общение, но тем не менее придётся отпустить. То есть такой момент тоже может быть. Ваша жизнь приобретает какой-то новый оттенок совершенно. То есть то, что вы, предположим, не замечали ранее, вы как раз на этой неделе будете всё видеть. У вас, кстати, на неделе будут какие-то новые предложения, которыми можно воспользоваться, благодаря которым вы сможете значительно улучшить ту наболевшую сферу жизни, которая очень долгий период времени тревожила. То есть здесь даже дайте себе шанс что-то исправить, что-то изменить на неделе и улучшить, как говорится, качество жизни. Единственное, что старайтесь, знаете, вот идёт такая позиция, что старайтесь не решать вот все проблемы сразу. То есть если вы хотите действительно спокойно, более гармонично провести неделю, то старайтесь действовать последовательно. То есть не пытайтесь взвалить все проблемы сразу и решить их. Потому что здесь иначе вы просто будете сами себя тормозить и не сможете, как говорится, вот даже элементарно выполнить именно те цели, которые вы для себя вот обозначили именно на неделю. То есть вам очень важно сохранять своё эмоциональное равновесие и не пытаться рваться вперёд, чтобы успеете всё максимально. То есть вы просто себе сделаете хуже. Делайте всё размеренно и спокойно. И тогда вот здесь идёт такой момент, что вы даже сделаете намного больше, если вы сами будете спокойны. Не будете, как говорится, нервничать по пустякам. То есть такой момент и есть. А также ещё вы всё-таки сможете разорвать связи именно с теми людьми, которые забирали, возможно, у вас энергию. То есть возможно, что вы, наконец, в этом вопросе поставите точку на неделю. То есть они полностью исчезают из вашей жизни, благодаря чему тоже у вас, наконец, наступает благополучие. Вообще вот эта неделя, она, знаете, идёт такая больше, как неделя очищения от ненужных связей. Возможно, что от каких-то отношений, либо какая-то тянущая ситуация, которая постоянно вас тянула назад или вниз. То есть вы всё это с лёгкостью будете отпускать. И тем самым вы на неделе, ну, во всяком случае, освобождаете место для всего нового и благополучного. Так, теперь мы смотрим стрелец. Что-то стрельцы призадумаются, очень серьёзно над своей жизнью. Либо у вас какие-то позиции не будут устраивать на неделе, потому что идёт именно такой момент, что вы как-то потеряли радость. Возможно, то, что пытались что-то изменить, пытались что-то исправить, но почему-то присутствует именно нестабильность пока. Вот как-то идёт такой момент. Но вообще, знаете, вот у вас идёт такая позиция в первую очередь. Всё-таки вот эта неделя, она станет для вас такой, знаете, как больше, я бы сказала, проверкой на прочность. И ваше умение крепко стоять на ногах. То есть насколько вы готовы и насколько вы можете вообще выстоять. То есть как бы у вас судьба прям вот проверяет пока. Но вы знаете, если рассматриваете, что вы, в принципе, сможете всё-таки пройти эти испытания, благодаря которым судьба преподнесёт вам достаточно такие хорошие сюрпризы. Поэтому здесь особо не расслабляйтесь и, конечно, особо не расстраивайтесь, если что-то идёт не так. Всё равно всё как бы решается благополучно. Присутствует упадок сил. Возможно, какие-то проблемы с деньгами могут быть, но всё-таки к концу недели у вас всё налаживается. То есть здесь, знаете, как у вас обстоятельства на неделе будут заставлять вас как-то изменить своё отношение к некоторым вещам. То есть либо что-то было непонятное, либо что-то уже как бы потерян интерес, и вы будете больше менять своё отношение либо к людям, либо к каким-то ситуациям, то есть к каким-то определённым вещам. Но что касается вот если финансов, то вам открываются новые такие, знаете, денежные ресурсы, которыми, конечно, необходимо грамотно всё-таки распорядиться. В финансах обходите стороной непроверенных людей и особенно сомнительные предложения. То есть если вы чувствуете, что какой-то подвох, то лучше, конечно, не соглашайтесь ни на что. Как говорится, не поддавайтесь на соблазна, быстрых и легких денег, потому что здесь как бы вы тогда сохраните именно свой достаток. Если рассматривать вообще позицию вашу на неделе, прислушайтесь вот к близким людям и прислушивайтесь именно к себе, то есть к своему внутреннему состоянию. То есть делайте лучше на неделе то, что вам уже привычно, то, что вы хорошо знаете, то, что вы хорошо умеете. Не пытайтесь пока на неделе что-то поменять, пока не время ещё, понимаете, для вас. То есть не пришло время что-то менять кардинально. Да, вы будете пересматривать, перестраивать именно своё отношение, но тем не менее пока кардинально что-то менять не нужно. То есть вам лучше именно, знаете, как-то больше внутренне нужно пока поменяться, прежде чем что-то менять в своей жизни. Тем самым вы более спокойно будете как-то уже смотреть на свою жизнь вообще. То есть пока такая позиция просматривается. Самое главное, вам вернуть нужно позитивный настрой, потому что радости потеряны однозначно. Но вы сможете это сделать. То есть, возможно, как раз займётесь чем-то новым, благодаря чему вернёте свою энергию, вернёте свои силы и вернёте, как говорится, радости в жизни. Обращайте внимание, то есть если вы хотите что-то поменять, обращайте внимание на свои сильные и слабые стороны. То есть для вас это будет очень важно, потому что здесь вы можете, именно благодаря своей сильной стороне, вы можете что-то максимально улучшить. То есть если будут проявляться больше, скажем так, слабые ваши стороны, то вы тогда просто не сможете, знаете, как-то изменить ход событий и можете остаться именно в том же состоянии, которое будет у вас. Но также просматривается, что в принципе предоставляются шансы, которые возможно запустить, благодаря чему сможете улучшить именно какие-то процессы. И ещё обращайте внимание на подписание документов либо оформление документов, потому что тоже что-то вы сможете решить, но какие-то процессы не все будут как-то завершены на неделе. Вы к этому должны быть готовы. То есть тоже, знаете, как не стоит сразу впадать в панику, в уныние, что всё бесполезно. То есть переждите просто этот момент, потому что полное завершение каких-то процессов, связанных с документами, просто это может не решиться. То есть это может перейти уже через неделю. Поэтому здесь просто будете к этому готовы. Это у вас так. Так, следующий знак мы с вами смотрим, это козерог. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то козероги тоже переживают как-то, но в принципе всё равно всё решится благополучно у вас Итак, козероги, что получается у вас на неделе? В первую очередь у вас идёт именно такой момент, что вам нужно отпустить какую-то наболевшую ситуацию То есть либо наоборот отпустить такую жёсткую хватку Потому что возможно, что либо вы не справляетесь, либо вы чувствуете, что силы на исходе Либо нужно обратиться за помощью кому-то, кто вам поможет именно в решении каких-то главных задач на неделе Что-то может пойти не по плану, из-за чего нужно быть готовыми ко всему Но на самом деле вас ждут изменения, причём и в работе, и, кстати, в личных отношениях В работе вы можете значительно изменить ситуацию благодаря именно своим действиям То есть если что-то очень долго ждали, там, повышение зарплаты Либо переход вообще на другую должность, то есть все шансы То же самое касается и личных отношений То есть если, скажем так, был период негативных событий, то сейчас, наконец, у вас всё налаживается Именно в личных отношениях, когда идёт именно и понимание, и гармония, и нормально идут такие отношения Кто одинокий, будьте открыты новым знакомством, потому что у вас, как и есть, шансы Познакомиться с таким достаточно интересным человеком, с которым могут быть отношения Все ваши действия, знаете, вот на самом деле могут привести к вашей цели То есть даже если вы как-то не до конца будете это осознавать и понимать То все ваши действия приведут именно к вашим целям То есть то, что вы перед собой ставите То есть здесь нужно быть немного уверенными Во всяком случае в жизни появятся какие-то новые интересы И появятся какие-то новые возможности, которые вы будете использовать Вообще на неделе вас ожидают такие, знаете, яркие события Очень такие интересные, очень много общения у вас идёт Благодаря чему как раз вы выйдете вот из какого-то, знаете, такого состояния Ну, возможно, именно эмоционального фона Когда вот были свои переживания, когда вы были закрыты То как раз вот вы выходите из этого состояния Благодарён новым людям, которые будут в вашей жизни Вы почувствуете, что вы находитесь на своём месте То есть если что-то очень сильно беспокоило, какая-то ситуация То вот обстоятельства будут раскладываться наконец Что вы почувствуете, что вы находитесь на своём месте Что вы всё-таки вот сохраняете свои позиции Несмотря на некоторые обстоятельства Но тем не менее вы сможете вот сохранить такой некий баланс То есть такие моменты просматриваются Любая сфера, в принципе, у вас улучшается Несмотря на, скажем так, сложности Но всё равно любая сфера улучшается Обращайте внимание только вот на своё состояние Потому что некоторые физические нагрузки могут отразиться на вас Что вы можете там, предположим, не выполнить свои планы Из-за чего вы будете переживать То есть как-то вот обратите внимание на своё здоровье И старайтесь быть внимательными вообще вот к разным деталям, мелочам Которые благодаря именно, скажем так, вот таким моментам Вы сможете очень активно решить вопросы Которые очень долго вас мучили Либо какая-то остановка была, что не решались какие-то моменты И вот здесь как раз вот, знаете, как из мелочи будут складываться так обстоятельства Что вы значительно сможете вот как-то всё это поменять, изменить и улучшить Ну вот у вас идёт так Так, теперь мы смотрим вдали Вы надеюсь, что ты мечтать об этом? Будут на неделе Мечтательные будут в вдали Так, ну давайте смотрите, что получается у вас В принципе, у вас неделя очень такая, достаточно положительная Конечно, кто-то может вам немного подпортить Но это, знаете, как больше настроение Потому что здесь есть такие моменты, что Кто-то будет недоволен вашими, скажем так, поступками, вашими действиями Либо выговор будет на работе, знаете, как начнут вам что-то высказывать Что недовольны вашей работой То есть такой момент тоже может быть Но тем не менее всё благополучно решается Неделя будет проверять вас на прочность Потому что вообще на самом деле вы проделали достаточно большую работу То есть над каким-то проектом, над какой-то ситуацией Вы очень много достаточно сил вложили на самом деле Но кто-то, знаете, вот на неделе идёт такой момент Что кто-то будет ставить под сомнение именно ваши действия Вот такой момент может быть Вот особенно какую-то вот цель, к которой вы долго идёте Кто-то под сомнение начнёт вам что-то мешать И у вас как-то немножко вот такое вот сомнение пойдёт Ну, знаете, как вот будут говорить Что, возможно, это не ваше желание Либо не ваши идеи Либо какое-то давление будет со стороны других людей И что тоже может поставить именно как раз под сомнение ваши действия Вам в первую очередь нужно отбросить, скажем так, ненужные советы И в первую очередь спросить себя То есть что вы именно на самом деле хотите То есть вам нужно всё-таки больше сосредоточиться Именно на своих желаниях, на своих целях Вот благодаря этому вы сможете выйти Из такой неприятной ситуации Когда будет очень много разговоров вокруг вас Как личности Очень много будет обсуждений ваших действий каких-то И особенно это, кстати, ещё может быть именно по работе То есть коллеги прям будут судачить, как говорится, за вашей спиной И вот вам самое главное Это не слушать какие-то советы Особенно если вы чувствуете, что они совершенно бесполезны для вас Вам нужно обязательно на неделе определиться именно со своими целями Чтобы вы могли уже перед собой поставить именно те цели, те задачи, к которым вы идёте И, как говорится, стойко воспринимать вот те неприятные разговоры Потому что здесь, если вы будете поддаваться вот этим слухам, вот этим неприятностям Но тогда вы можете просто уйти от своей цели, так и не добиться этого Вам необходимо прислушаться к себе Но не ограждайтесь, знаете, как вот со всем стеной То есть обращайтесь за советом именно к родным Потому что только они могут вам как-то помочь и направить Потому что, знаете, идёт такой момент, что среди ваших близких Вот совсем близких Они помогут вам открыть какие-то новые источники достижения целей То есть как-то они откроют глаза вам на многие вещи Благодаря чему вы действительно сможете как-то это всё улучшить Но на самом деле, несмотря на некоторые обстоятельства со стороны других людей Вы всё-таки на неделю успеете сделать всё абсолютно То есть всё равно уже будете получать свои плоды То есть все силы, которые вы вкладывали в выполнение, возможно, одной цели или несколько То вы это всё-таки сможете, наконец, получить Самое главное — это проявить терпение Потому что здесь не пытаться что-то переломить, а проявите терпение Причём здесь как к ситуации, так и к семье, кстати Потому что здесь немного можете где-то что-то сказать О чём потом будете сильно жалеть То есть не стоит этого делать, пока идёт так Но и, знаете, ещё не зацикливайтесь на какой-то конкретной задаче Потому что здесь очень важно вам немножко, знаете, так На неделе как-то разностороннее, может быть, с другими людьми общаться Либо там переключить своё внимание на что-то ещё Чтобы вы могли именно вот в эмоциональном фоне Достичь то, что вы хотите на самом деле Но на самом деле эта неделя идёт для вас такая, знаете, вот идеальной Для того, чтобы, наконец, получить то, что вам давно хотелось Ну вот у вас идёт так Так, это были водолеи И последний знак мы с вами смотрим, это рыбки Что-то у рыбок Как-то рыбки совсем поникли Ну, в принципе, нормально всё разрешится Но как-то у вас немножко идёт такой момент В первую очередь я могу сказать так Что вот на неделе, знаете, вам нужно перестать контролировать какую-то ситуацию То есть если вы действительно хотите максимально извлечь какую-то выгоду Получить, да, дойти до каких-то там свершений Каких-то достижений получить Вам нужно перестать контролировать ситуацию Слишком у вас идёт такой жёсткий контроль Либо со стороны других людей, возможно, что тоже нужно как-то решать этот вопрос То есть отходить от этого Иначе это всё может перевернуться и не совсем в лучшую сторону То есть вот даже больше, знаете, как Если вы на чём-то сосредоточены Постарайтесь всё-таки в какой-то момент отпустить эту ситуацию Иначе у вас просто вот недалеко и до эмоционального выгорания Это в плане того, что вы вообще на всё закроете глаза И отпустите эту ситуацию То есть так и не доведёте до завершения Хотя то, чем вы будете заниматься на неделе Оно очень такое выгодное для вас Поэтому здесь нужно вот как-то найти баланс, контролировать Это важно Скорее всего, вы, возможно, что уже, знаете, вот ощущаете такое нервное перенапряжение То есть есть такой момент И вот эта неделя, она позволит вам, знаете, вот таким стать временем расслабления И в первую очередь заботы о себе Потому что здесь, возможно, вы, сосредоточившись на чём-то Упускаете какие-то детали относительно себя То есть это может быть как и здоровье Это может быть как и каких-то других тоже важных дел О которых вы совершенно забыли То есть такой момент уже может быть Вам на неделе будут какие-то неожиданные события И, кстати, на неделе будут совершенно такие неожиданные возможности Вот благодаря которым вы легко можете справиться С самыми трудными даже задачами, да, вот у себя То есть такие моменты есть, просматриваются Но то есть здесь вы просто должны быть готовы И использовать вот эти шансы Потому что хоть и риски в чём-то могут быть Но тем не менее вы также сможете получить выгоду То есть такие моменты есть Знаете, такие неожиданности То есть у вас вообще вот в течение всей недели Будет очень много неожиданностей То есть с одной стороны как приятные С другой стороны могут быть и не очень То есть кто-то может вам, скажем так, в чём-то подпортить То есть если вы особенно полагались на какого-то человека На обстоятельства Могут вам немного и подпортить То есть такой момент тоже может быть. Единственное, что вам стоит обратить внимание на недели, это с отношениями. То есть здесь ничего серьёзного ждать не приходится. То есть если вы рассчитывали, либо познакомились с человеком, и вы рассчитываете на какие-то серьёзные длительные отношения, то здесь, к сожалению, нет, не получится. Потому что это такой временный флирт. Это совершенно такое временное событие, которое очень быстро пройдёт. И здесь очень важно себя настроить на это, потому что здесь даже если будете пытаться что-то изменить, человек всё равно уйдёт. То есть это такой временный. Вам нужно, знаете, какой-то больше на неделе наслаждаться такими, знаете, я бы сказала, такими маленькими событиями, которые вас будут вдохновлять. Потому что именно новому вдохновению вы можете значительно улучшить какие-то свои позиции. Особенно то, что для вас важно. И в первую очередь это может быть и карьера, это может быть и финансовая сторона, либо какие-то личные желания. То есть то, что вам хотелось. Будьте уверены в своих шагах. Старайтесь всё-таки крепко стоять на ногах, потому что все, знаете, как неразрешённые конфликты, обиды, они могут всплыть на поверхность на неделе. Могут, что могут подпортить вам настроение. Необходимо вот ко всему этому подойти, знаете, как-то вот со всей серьёзностью. И попробуйте разрешить как можно быстрее. То есть не откладывайте там и не пропускайте всё мимо, да, спустя рукава. А оставляйтесь это всё разрешить быстрее. Благодаря именно открытому какому-то диалогу, разговору, вы сможете улучшить свою ситуацию и уже, во всяком случае, почувствовать какое-то освобождение. Ну вот у вас идёт так. Это вот были рыбки. Вот такой вот у нас с вами получился расклад на неделю. Я вам всем желаю, чтобы эта неделя вам приносила только радостные события. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.